Итак, Хеток Газюмов, человек, который на трех Олимпиадах взял три медали, сейчас тренер, главный тренер сборной Осетии. Как осетинская команда готовилась? Что у вас там интересного было на сборах? Как вы мотивировали всех? Расскажи. Ну, как вы все знаете, после карантина все ребята были разобраны и провели до чемпионата России четыре сбора, получается. Первый сбор провели в горах, как бы восстановили ребят, подкрепили физически, делали кроссы, больше уделили внимания на физподготовку. И привели их в порядок, потом спустились на равнину, сделали три сбора подряд в Академии Вольной Ворьбы имени Хадарцева. И вот приехали завоевать свои законные медали. И, как вы видите, наш Азамат Ускаев, 57 килограммов, вышел в финал. Ждем от него только победы. Хотелось бы, чтобы Суслан Рамонов вышел также в финал, но, кажется, плохо согнал вес и проиграл свою схватку. Хотелось бы, чтобы наши молодые ребята показали себя, были молодежь 61 килограммов, не проявили себя. Также некоторые ребята уже, такие как Алан Гугаев, ждали этого тоже более успешного, более качественной борьбы. – Скажи, пожалуйста, вот ты назвал Суслана Рамонова, человек, который фантастически выиграл бразильские игры. Что заставляет человека, который не то, что там взял медаль олимпийскую, а выиграл ее, еще готовиться? Вот почему он продолжает тренироваться, а не успокаиваться? – Жажда победы, наверное, также хочет доказать всем и себе, что он не случайно выиграл. Как у нас в Осетии говорит Казбек Дерекаев, если, говорит, один раз выиграл, значит, говорит, случайно. Наверное, может быть, он взял пример с наших старших, которые выигрывали по два раза олимпиаду. И, наверное, чувствует в себе силы. Глаза горят. Я наблюдаю, что он профессионал и меня на ковре. Единственное, что травмы мешают ему часто. То шею там прооперируют, то ногу прооперируют и так далее. И такие травмы чуть мешают подойти максимально в хорошей форме. Жажда победы. Доказывать, что он лучше и, в принципе, он может это делать, конкурировать на очень высоком уровне. А так, наверное, самого его надо спросить больше, что его движет в жизни и меня в спорте. Так, для нас, для меня, как тренера главного, очень желаю, чтобы он до конца боролся до Олимпийских игр, чтобы наша молодежь смотрела и брала пример с него. И для российской команды это очень хорошо, когда такие ребята борются. И я повторюсь, для остинской команды тот же Рашидов, чувствуя конкуренцию, он сейчас первый номер считается, но если хорошая конкуренция, это для российской борьбы очень хорошо. И надеюсь, что на Олимпиаду поедет самый сильный. А так, на сегодняшний день Рашидов показывает более качественную борьбу и что он показал стабильную и вышел в финал. Надеемся, что Суслан Рамонов также будет преследовать свою цель попасть в Олимпийские игры. Вы, как тренер, наверное, не можете не следить за соперниками, а еще с учетом того, что мы надеемся, Олимпийские игры в следующем году в Токио состоятся. Вот сегодня два олимпийских веса, 57 и 65. Кого нашим спортсменам надо опасаться и кого вы изучаете и моделируете из конкурентов зарубежных? В мировом имейте, да? Да, да. В 57 килограммов азиаты очень опасные. Также вы знаете, что американцы могут не выступать, не лидировать до Олимпиады, но потом выпрыгивают. И получается, что показывает свой результат. 57 килограммов иранец будет неплохой. Японец, рейс ребята с Азербайджана неплохие. То есть я считаю Угуева лидером в своей весовой категории, но также не могу не сказать о своем. Азамате Тускаева, который тоже выиграл чемпионат Европы и будет также конкурировать с ним. В принципе, в российской команде один за Угуев лидер, можно сказать. А так, в общем, наверное, больше азиатов надо опасаться. Вот, Хеток, ты сказал правильно, у американцев есть такая история, но сейчас век, когда все снято. У них эти студенческие, вот эти колледжи, чемпионаты потрясающие, все снимается. Вы там отсматриваете, оттуда же тоже может выскочить парень? Да, есть там вот как раз результат, не знаю, но Вугара Руджева, помните, да, чемпион мира. Его сын вышел в финал в 57 килограммов, вот недавно у них проходил отбор. И вот этот парень очень мне сильно нравится, набирает на глазах призер мира по молодежи. Я знаю, вот он один из лидеров у них. И также часто меняются у них там лидеры именно в 57. Особо такого конкретного нету лидера у них. Посмотрим, кто их выйдет, будем настраиваться, рассматривать. Этот вес полностью контролирует Владимир Мадасян. Так что, я думаю, он лучше может сказать об этом. Тогда ты про свой вес, скажи полутяжелый вес. Вот, как я понимаю, ситуацию у нашего лидера появились серьезные соперники. Это не только Снайдер. В Америке, значит, помимо Кайла, там еще ребята интересные. Чем они любопытны? Вот темнокожий парень Гатсон, имя не знаю, Гатсон, выиграл недавно Снайдера, но искал по интернету, как раз эту схватку не смог найти. Наверное, это платная, наверное, съемка была, трансляция была. И пока не выставили. Хотелось бы посмотреть, как он его выиграл. Снайдер ему проиграл 5-0, но, как говорят, что он снялся, вообще травмировался якобы. До этого я его смотрел, до этого он проходил, это Гатсон, спокойно, Снайдер. Разницу 10 баллов он его выиграл. Помимо американцев, есть иранец сейчас появился, неплохой парень, который был до этого дисквалифицирован за допинг. Сейчас он очень хорошо набрал, выиграл Снайдера на турнире, Виталий. Также очень мощный парень. А чем опасен? Какие у него сильные качества? Темповой борец. Я не знаю, как он с Адулайом поборится, но не пасовал никого. То есть вышел со Снайдером, олимпийским чемпионом, и отборолся очень мощно, как лидер, да. И выигрывал по ходу, и даже положил. И проходит в ноги, и темп очень высокий задает этот парень. И опыт есть у него, он был призером мира, так и в дисквалифицировали. И, наверное, голодный до побед, столько 4 года он не боролся, а хочет выиграть. И вообще иранская школа очень хорошая тоже. Не замечать не стоит. Надо обращать внимание и изучать соперника. Также Шарип Шарипов очень мощный парень с Азербайджана, олимпийский чемпион, человек, который никогда не будет сдаваться на ковре, будет до конца бороться. Я считаю, один из самых опасных тоже. И, конечно же, сейчас хочет вернуться в большой спорт. Хаджимурат Гацалов, который хочет выступить за Армению. Конечно же, пока нет лицензии, но почему-то уверен, что он возьмет и составит конкуренцию. А так, в общем, есть неплохие ребята с Узбекистана, который в прошлую олимпиаду стал третьим призером. Знаете, да, Магамед Ибагимов? И вот таких ребят, очень много таких средних ребят, которые могут одну схватку очень хорошо провести и выиграть любого лидера. Так что, в принципе, я всех знаю, контролирую ситуацию. Но также у Садулаева есть личные тренеры. Я уверен, что они тоже им информацию дают. Я тоже со своей стороны черпаю максимально и передать, если кто-то нуждается в моей информации. Скажи, пожалуйста, ты как тренер должен понимать, что в связи с ситуацией, которая нагнетает в мире и уже была, перенос Олимпийских игр, игры могут и не состояться даже в следующем году. Что вы думаете об этом? Имеете ли вы уже планы, думаете ли вы о Париже в 2024 году? Вот в этом ключе. Даже не хочется думать о том, что его могут перенести в Олимпиаду, потому что без, как вы знаете, спортсмена, без цели, без какой-то четкой определенной цели не может тренироваться, заставить себя. Я как тренер также не могу представить, что могут отменить Олимпиаду. И если я на секунду буду запускать такие негативные мысли в свою голову, то желание пропадает работать. То есть так чуть задумывается и отгоняю прочь такие мысли. Максимально ребят настраиваем только на то, чтобы думали о Олимпиаде, то, что будет. А там, что будет, кто знает. Все же в равных условиях. Максимально их заводим, ребят. Находим какие-то стимулирующие слова. Посмотрим. А думать о Париже смысла нет пока. Пока Токио должно состояться. Или же уже дождаться отмены. А так, меня-то выбрали еще на плюс на 4 года как тренера. В любом случае, мне придется работать для Олимпийских игр 2024 года, если что-то серьезного не произойдет. Мы будем и на эту Олимпиаду, и на другую Олимпиаду одинаково максимально выкладываться. Несколько слов о формате сегодняшнего чемпионата страны, когда только 16 допущено в каждой категории. Мне кажется, в этом есть логика. Несмотря на то, что у нас борцовская страна, очень много хотят попасть, но все-таки чемпионат России – это чемпионат России. Ваше мнение? Конечно, много недовольных осталось тренеров, ребят. То, что кто-то выиграл зональное первенство и не смог попасть. Но, опять же, в эту ситуацию, в такое время надо понять и федерацию, потому что они ради нас стараются, чтобы никто не заболел. Максимально сократили. И, в принципе, предолимпийский старт уже знают, кто должен обязательно бороться и особо что-то не изменится. То, что сократили, конечно, это удобно. Удобно для спортсменов, что там не по 40-50 человек в весовой категории. Это наших лидеров надо сохранить и максимально дать им условия такие, чтобы таких вот именно из 16, если отбирать, то это для лидеров очень хорошо. А для тех ребят, молодых, которые не попали, вот для них это трагедия, конечно, что не пустили бороться. Я думаю, не должны расстраиваться наша молодежь, стремиться дальше завоевывать путевки. И, может быть, на следующей России будет все нормально. Ситуация с этой пандемией нормализуется. И смогут выступать те ребята, которые и выигрывают в зональной первенстве, кто заслуживает тот, что попал.